Дополнение Дрожащие острова. И насколько я могу сказать, здесь всё настолько безумно, насколько это вообще возможно. В предыдущей серии мы убитых полчаса шли сюда. Ну, сначала вырезали полдеревни, устроили небольшой геноцид. Но после этого добрались-таки до столицы, похоже, этого места. И здесь мне очень нравятся стражи. Они прям... Говори быстро, смертное существо. Они прям... Неплохи. Вот. Пойдёмте переночуем, а с утра будем уже осматриваться здесь. Судя по архитектуре, здесь тоже живут не особо здоровые люди. Ну, в принципе, ладно. Чё, все мы так или иначе, кажется, сходят с ума по-своему. Ух ты, красиво у вас тут. У Тилс Орелет в обыкновенных сокровищах неплохой выбор товаров. Он купит кронцид. Что? Я много раз приходила... Привет. Не обращай внимания. Я немного устал. Не могу спать дома, понимаешь? Стены. Того и гляди, обрушатся. Стены ненадёжные. Разве ты не знаешь? Знаешь или нет? Тебе повезло встретить меня. А то, вижу, ты прогуливаешься, будто ничего не может произойти. А, так вот, почему ты прячешься. Но почему же ты не спишь на улице? О, это идея. Почему я сам об этом не подумал? Да, но где мне спать? Нужно найти какое-то место. Я видел, некоторые спят на улице, но слишком близко к стенам. Мне же нужно безопасное место. Не первое попавшееся. Кругом стены и статуи. Всё это может свалиться на меня. Такого я не вынесу. Нет. Но, если ты найдёшь мне хорошее спальное место, безопасное место, вне помещений, я отблагодарю тебя. Ну, окей. Не дразни меня. Это серьёзно. Я могу умереть. Мы можем умереть. Пожалуйста, найди такое место, где можно спать. Я тебя понял. Всё же. До свидания. Противный. Что надо? Ты поаккуратнее спрашивай, а то, может, головы лишатся. Вот что мне надо. Бегись, да благословит тебя безумный бог. Вот ты внял моему предложению. Я бы хотел снять постель. Хочешь остаться на ночь, да? Просто поспать. Ну, как хочешь. Только занимайся своим делом и держись подальше от моей жены. Комната стоит 20 золотых. Берёшь или нет? Ничего так у тебя запросы. Ну, давай. Хорошо. Комната на втором этаже, напротив лестницы. Спокойного сна. Сейчас, подожди. Я только с контингентом пообщаюсь. До свидания. Пока. Затвердевшая гниль. Копчёная нога болевога. Яйца громита. Это капец. Здравствуй. Вилка для большеголового. Ох, куда же мастер положил вилку? Она поёт одна, вдали от дома. Бедная вилка. Бедный, бедный, большеголовый. Что за вилка? Вилка. Драгоценная, драгоценная вилка. Слушай, как она поёт большеголовому. Красивая, совершенная вилка щекотки. Но она исчезла. 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 Нет больше песен. Нет больше звона. Взятое у большеголового и не возвращено. Так случилось, когда большеголовый пришёл сюда. Мастер перенёс меня. Шептал крики. Песни безумных богов. Песни плохих богов. Мягче, мастер. Мягче. Что случилось с вилкой? Она куда-то пропала. Но она вернётся. Она всегда возвращается. Она рядом. Большеголовый чувствует это. Вилка щекотки. Я слышу, как она поёт. Песня о доме. Она опять возвращается. И несёт дары. Ты найдёшь её. Принеси вилку. Слушай музыку. Музыку... Где мне её искать? Поговори с нищим. Поговори с Болвингом. Он знает тайны. Но никто не может услышать их. Никто. Кроме большеголового. Возьми талисман большеголового. Слушай Болвинга. Он говорит Пултона. Но его разум чист. Он откроет тебе тайну. У кого есть вилка? Ну хорошо. Ладно. Пока. Пока. Купи нам выпить. Богато одарённое. Да благословит тебя безумный бог. Что слышно? Говорят, в руинах Вайтарна обитают призраки. Не Вайтрана в случае. Береги себя. И ты себя. Так. Хорошо. Ладно. Пойдём спать. У меня мозги уже пухнут от этих сумасшедших. Это же ненормально. Я приглядываю за тобой. Ну и чё ты мне сделаешь? Да? Нет. Я не хочу испытывать на себе гнев этих прекрасных защитниц этого города. Так. Это наша дверь? Окей. Пряжа. Салат. Зато у них тут красиво. Вот это, конечно, я бы убрал. Жутковато. Ну да ладно, давайте уже поспим. Это невозможно. Какое-то безумие. Я постоянно повторяю безумие, при том, что на этом здесь всё и повёрнуто. Что они все абсолютно безумные. Так, ладно. Дивный новый день. Приветствую. Привет. Да? Да, да. А ты всё занимаешься тем же, да? Да. Что? Не беспокой, Аурил, пустыми разговорами. Увидимся. Вот и поговорили. Так это тебе мы обязаны восстановлением Ордена Рыцарей Девяти. Отлично, если не сказать больше. В эти дни нам нужны такие люди, как ты. А ты-то тут откуда это слышал вообще? Что слышно? Ещё один искатель приключений пытается попасть на Дрожащие острова. Если это Бретонец, то он будет первым за 3,7 года. Окей. Хорошо. Ещё увидимся. Надеюсь, что нет. Так, это у нас что? Я где тут нищий? Что? Так. Это у нас кузнец. Следователь, да. Это очень хорошо. Ого. Вот это красота. Я не знаю, хоть какой-нибудь бортик поставил бы. Тут же реально ночью пойдёшь и убьёшься просто. Нью Шеуд. Признанная жемчужина Дрожащих островов. Культурный и кулинарный центр всего царства. Основанный по желанию нашего лорда Шагарата. Город отражает безупречный взгляд безумного бога на свой мир. Те, кто попадает в Нью Шеуд впервые, часто бывают поражены теплотой, щедростью и благодушием его обитателей. Гостей встречают с распростёртыми объятиями и дают почувствовать себя частью большую семьи Нью Шеута. Огромное разнообразие достопримечательностей города может привести гостя в замешательство. И цель этого путеводителя – сделать процесс освоения как можно более лёгким для вновь прибывших. Посетители обнаружат, что город поделён на три главных района – Близс, или Блаженство, Крусибл, или Тяготу, и Дворец. В Близсе и Крусибле расположено большинство жилых и коммерческих строений города. В то время как в районе дворца находится великолепный дворец Шиагората, а также резиденции правящих герцогов Мании и Деменции. Хотя и расположенные в одном городе Близс и Крусибл оставляют совершенно разные впечатления. Сверкающие парапеты и золочёные двери Блиса резко контрастируют с грубыми зданиями и немощенными улицами Крусибла. Путешественники, интересующиеся шумной ночной жизнью и хорошей кухней, предпочтут провести время в Близсе, известным своими экстравагантными празднествами и массовыми мероприятиями. Те же, кто ищет более спокойных ощущений, славно проведут время гуляя по Крусиблу, где патрули темных соблазнителей поддерживают более степенный образ жизни. Темных соблазнителей? Окей, я уже ничему не удивляюсь. Неважно, каковы ваши вкусы, Нью Шеуд подарит вам незабываемые впечатления. Этот путеводитель посоветует как лучше всего ориентироваться в частенько сбивающих с толка, но взамен щедро вознаграждающих посетителя дорогах и каналах этого чудесного города. Так, прибытие в Нью Шеуд... В общем, ладно. Основное мы поняли. Кому интересно, на паузе. И потом обязательно сам почитаю. Хорошо. Так. И мы имеем какой-то довольно интересный, я бы сказал, тип брони. Здравствуй, Думаг. Привет! Я Думаг Грабонг. Лучший кузнец в городе. И самый красивый. Я знаю секрет работы с янтарем. Возьми этот список. Тут описано, что мне нужно. Вот так просто, да? Ты можешь создать доспехи? Я был бы счастлив сделать для тебя янтарные доспехи, но не хватит... Хорошо. Создать оружие. Я был бы счастлив сделать... Понятно. Янтарь это смола, которую можно найти в туннелях корневой системы и на трупах гнарлов. Из него получаются отличные легкие доспехи и оружие. Я единственный знаю древнее искусство обработки янтаря. Я могу даже создавать волшебные предметы. Что за волшебные предметы? Незадолго до смерти моя наставница разложила в разных местах множество матриц. Там, где они могли бы впитать магическую эссенцию нашего мира. Так же сделаю и я, когда приблизится мой конец. Найди мне одну из этих матриц и принеси нужное количество янтаря. Я сделаю для тебя волшебный предмет. Так, ну хорошо. Это вот, видимо, вот это, да? А, нет, подожди. Это... А, это зарядка за деньги. Отлично. Вот этого мне очень давно не хватало. Потому что камни заряжают довольно... Немного трудов и практически... Так, хорошо. Никогда не вредно подумать о... В принципе, нет. У меня эльфийских стрел хватает. Как-то не густо. Продадим ему все эти костяные стрелы. Они мне мешают. И инвентарь только забил. Притом, что по урону они довольно-таки так себе удалось. Так, хорошо. И в принципе, можно от серебряных тоже, я думаю, избавляться. Потому что у нас без этого хватает хороших стрел. Нормально. Если тебе еще что-нибудь понадобится, ты знал. Так, хорошо. Теперь меня заинтересовало это дело. Так, хорошо. Список изделий из янтаря. А-а-а. Янтарные доспехи. Я, Думак Грубонг, мастер-кузнец Нью-Шеота, почитаю своей честью и обязанностью, в кое поклялся моему возлюбленному учителю, выковать оружие и доспехи любому герою, который принесет мне янтарь. Я готов создать магические версии этого оружия и брони. Если герой сможет помимо янтаря доставить мне соответствующие матрицы, которые мой учитель разбросал в разных местах. Дабы они впитали магическую сущность Дрожащих Островов. Количество янтаря, потребное для изготовления различных предметов. Один кусок стрелы, два куска лук, четыре куска молот, два куска булава, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Так, у нас есть поножи, для них нужно три куска. Но вы знаете, на самом деле, я если и буду собирать эти доспехи, я не уверен, что я их буду носить. Потому что мои доспехи, они мне подходят больше всего, больше всего мне нравятся. И в них реально... Мне нравится, как выглядит главный герой. Я его по-другому уже не представляю. И на артах народ, соответственно, тоже не представляет. Все рисуют его в черной броне. Все к этому привыкли. Так что, ну его нафиг. Ну, соберем-то мы, я думаю, соберем. Рано или поздно. Наносить. Упс. Так, уходим. Сейчас еще это самое красивое станет самым обиженным. И оскорбленным. Приветствую. Здрасте. Заглянем. Зейвау. Ух ты. Блин, тут дома очень красивые. Самые красивые дома из тех, что я видел в этой игре. Что? Как дела? Рэндил Драрара, повар экстракласса к твоим услугам. Ты не можешь судить о кулинарных шедеврах, пока не попробуешь мою клубничную хараду, лайм с зеленой пыльцой или паучка под стеклом. Окей. Пока, Рэндил. Увидимся. Так, поживиться особо нечем. Все равно самое вкусное это рулетики. А ты мне тут говоришь... Ух ты. Та-ла. Давайте посмотрим, может что своровать можно. Кушают они, конечно, тут странное. Офигеть. Я хочу купить себе дом. Где-то здесь. Я думаю, это круто. Ну, не знаю, давайте попробуем. Прям так расхвалил мне. Так, где она? Ну, неплохо. Здрасте, я ничего не делал. Говори быстро, смертное существо. Мне нравится местная архитектура. Можно хулиганить. Это ты нищий? Здрасте. Говори, безумец. Я хотел спросить про сон на улице. Это еще один способ, каким они пытаются привести мой мозг в особенное состояние. Заставить меня спать на улице. Нет, мне здесь не место. Что я только не сделаю, чтобы у меня была теплая постель. Скоро я покину эти места. Как только найду способ как уйти, чтобы они не заметили. Кто они? Ну, ладно, давай поменяемся, что ли, я не знаю. А, ну, то есть ты поменяешься с тем товарищем, который боится, что у него стены рухнут. Почему он хочет удовлетвориться спальником и отдать мне свою кровать? Звучит подозрительно. Видно, придумали еще один способ свести меня с ума. Поменяться местами? Кровать под крышей на спальник под звездами? Конечно, конечно. Ни капельки тебе не верю. Ну, отлично. Так, а что если... Хорошо. Маленько тебя. Это мне? Спасибо. Выглядит все это подозрительно. Но думаю, тебе я могу доверять. Уверен, потом я об этом пожалею, но... Ладно. Все, отлично. Так, где ты там, психопат? А, вон ты. Психота, иди сюда. Удалось ли найти для меня безопасный лежак на улице? Вообще-то да. Тебе удалось найти место для сна? На улице под звездами, такими маленькими и легкими. Великолепно, великолепно! Рассказывай! Поменяйтесь постелями с Унгаром. Правда? А место безопасное? Не у подножья огромной стены? Это отличная идея. Звучит восхитительно. Полагаю, он не боится обваливающихся стен. Ему все равно. Всех не спасешь, не так ли? А как насчет награды? О, да. Прошу прощения. Но что бы тебе дать? Хм. О, вот. Возьми этот свиток. Я хотел использовать его, если стены обвалятся, и я попаду в ловушку. Но теперь он мне больше не нужен. Так, хорошо. Что за свиток? Взрыв силы. Понятно. До свидания. Пока. Пока. Так, хорошо. Это что такое? Тут я не был. Обыкновенные сокровища. Блин, мне определенно нравится этот город. Он такой шизовый-шизовый. Что у тебя есть? Здравствуй, Тилса. Говори, безумец. Это уж кто бы говорил. А мы с тобой разговаривали, да? Что-то я тебе не припомню. У меня хороший выбор товаров. И я всегда ищу возможность его расширить. Так, ну вот, держи. 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 Колечко это тоже отдам. Мне кажется, неплохая сделка. Отличная сделка. Хорошо, рассеивание мне тоже не нравится. Потом вот это я особо не пользуюсь. Яд разделенности. Мне вообще не нужен. Мне это... Тебе удалось неплохо. Так, слабый зелье продаем полностью. Мне кажется... Мне это... Ох, какой у тебя противный голос. Отличная сделка. Отличная. Слабые яды тоже избавляемся. Человеческая кровь пусть лежит. Мне кажется... Мало ли, вдруг я опять стану... Бампиром там, мало ли. Меня это устраивает. Так, хорошо. Мне... Мне кажется... Неплохая. Какой отвратительный голос. Надо уходить отсюда. Так, окей. Окей. Это... Нет, я не отдам тебе. Кто-то говорит, у тебя в инвентаре... Говорит, полно бесполезных вещей. Избавься от них ни за что. Мне нравится, что они у меня здесь лежат. Отличная. Меня это устраивает. Серебряная миска вон. Ну, вот ношу я ее с собой. Что ж тебе поделать? Так, все, хорошо, ладно. Если у тебя есть еще... Все, пока. Лишь бы не слышать твой голос. О, как-то сразу... Поспокойнее стало говорить. Так, хорошо, ну... Что? Часть проблем местных мы порешали. А что там наверх? А вон лежат, похоже, да? Говори, гражданин. Клево. Давай, ладно. Сломаем себе что-нибудь. И это, я так понимаю, ведет нас... Ух ты, а что там? Да. Оставь меня смертное создание. Твои слова ничего не значат для меня. Еще увидимся. Говори, гражданин. А ты кто? Фимян кушать хочет. Есть еда. Кексы. Сосиски. Ну, я, кстати, точно не отдам. Что слышно? Насколько знаю, Хирус Клутумнус умоляет окружающих убить его. Бывает. Пока. В целом. Так, а что тут? Ну, вон там мы были. А здесь еще вон сколько всего. Ладно, пойдем в замок. Мне охота во дворец уже заглянуть. Так, это Крусибл. Здесь у нас трущобы, насколько я понимаю. Ну, не трущобы. Скорее на Маркард похоже. Что-то такое двемерское. Да. Ну, в целом, красиво. По-своему. Хотя, конечно, не так красиво. Да пребудет с тобой благословение, гражданин. Темный Соблазнитель. Почему в нашем городе менты не так выглядят? Надо будет убить Шиагорат и стать тут главным. Потому что это крутое место. Все такие же поехавшие, как и я. И я чувствую себя дома. Это хорошо. Ну, замок приятный тоже. Не сказать, что прям там какой-то ошибающий голову, но... Вполне себе неплохо. Смотри, прям как полоса проходит, да? Говори, гражданин. Нет, спасибо. Я не к тебе. Так, а получается, это две половины. Окей. Так, секунду. Эй, посмотри-ка, кто здесь. Глабаджек. Как дела? Новое пополнение. Позор моему стражу-врат. Я так счастлив, что способен задушить тебя твоими же внутренностями. Полагаю, тебе пора формально представиться. Я Шиагорат. Принц безумия. И кое-чего другого. Об этом я умолчу. Возможно, ты уже в курсе. Будем надеяться. Или у нас действительно проблема. И опять возникает вопрос о внутренностях. Я сделаю из них прыгалки. О-о-о, успокойней. Но, возможно, сейчас не время. Тебе удалось добраться до меня. Остальным не удалось. Молодец. Прими от меня эту безделушку. Она тебе пригодится. Или, по крайней мере, будет хорошо смотреться на твоем. Хе-хе-хе, трупе. Милость безумия. Хотел что-то. Уже некоторое время я жду тебя. Или кого-то вроде тебя. Или кого-то отличного от тебя. Мне нужен защитник. И им станешь ты. Время спасти царство. Освободить принцессу. Сразить чудовище. Или умереть. В попытке сделать это. Нужна твоя помощь. Приближается время перемен. Все меняется. Даже дейдрические принцы. Особенно дейдрические принцы. Ты о чем вообще? Дейдра. Есть воплощение изменчивости. Изменчивость и постоянство. И я такой же, кроме того, в чем я. Хе-хе-хе. Другой. Грядет серый марш. Твоя задача остановить его. Серый марш. Детали не важны. По крайней мере, сейчас. У Вечности весьма строгий график. Мы вернемся к этому позже. Что теперь? Теперь у меня есть для тебя поручение важное. Естественно. Все, что я тебе говорю, важно. Мое царство. Мои правила. Тебе нужно отправиться в Зидилиан. Одно из моих любимых мест на островах. Это местечко я использую, чтобы избавляться от нежелательных визитеров. И некоторые более нежелательны, чем другие. Почему Зидилиан? Страж Врат брал на себя заботу о большей части нежелательных визитеров. Но он мертв. Впрочем, это мы тоже вскоре исправим. В любом случае, есть такие, что находят другие пути в мое царство. И они уже в дороге. А мне они тут не нужны. Уж поверь. Итак, тебе предстоит восстановить Зидилиан и запустить его. Вот тебе небольшое руководство и судный аттенюатор. Он тебе тоже понадобится. Естественно, ты можешь всегда выяснить детали у Хаскела. Он просто помешан на деталях. Просто сокровище. А с каким вкусом одевается? Теперь к делу. Пока я не изменил своего решения. Или мое решение не изменило меня. Капец. У меня мозг просто взорвался. Но у нас есть новая работа. Судя по всему, Шиагорат просто хочет избавиться от меня. И ему не важно, будет запущен Зидилиан или нет. Ну ладно. А дед-то как япона-мать. А ты еще более жуткий, чем он. Так, ну хорошо. Я предлагаю в следующей серии более подробно разузнать об этом деле. Да выдвигаться. Иди, исчезни. Дела ждут. Хорошо, я ухожу. То есть поговорим, узнаем все более подробно о том, что же нам предстоит сделать. Я думаю, он сам толком не понимает, что именно. Ему просто охота послать нас куда-то, потому что он сумасшедший. Короче говоря, мне понравился этот город. И мы успели выполнить довольно нестандартные такие, прямо скажем, квесты. Но именно за это и за красоту всего и вся я люблю это дополнение. Я уже люблю это дополнение. Оно мне очень нравится. Надеюсь, вам было интересно смотреть эту серию. Увидимся в следующей. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok